в общем-то, играет ключевую роль в нашей жизни. И здесь ещё есть один очень важный момент, то, что именно в этом подсознательном мире человека находится весь наш кармический багаж. То есть вся та совокупность нашего прошлого опыта, и самое главное, что не только этой жизни, но и прошлых жизней, и вот этот весь опыт, он некоторым грузом давит на нашу жизнь. То есть если этот кармический багаж достаточно тяжёлый, то он давит в качестве препятствий, различных препятствий, именно внутренних препятствий. То есть наше подсознание вынуждает нас действовать определённым образом, либо не разрешает нам попадать в нужное место в нужное время, где мы можем получить какие-то для себя блага по реализации своего «хочу». или наоборот, если наше подсознание считает, что нас надо поощрить за какие-то действия, то оно нас приводит именно в то место, где мы получаем именно вот этот приз. поэтому вот как бы эта тема, она на самом деле, именно тема подсознательного мира, она исследуется, в общем-то, уже психологами, скажем, относительно давно, вот, уже больше ста лет, но, скажем, на самом деле этот срок очень маленький, потому что успехов достигнуто в этой области не так много, и до сих пор даже психологи не могут понять, что такое сознание, вообще как оно работает, и тут всё, в общем, довольно-таки зыбко. Но дело в том, что если брать, скажем, науку эзотерическую, скажем, брать науку, которая уже не одно тысячелетие насчитывает, скажем, восточные технологии, то на Востоке давно изучался ум, который, в общем-то, является элементом подсознания, вот, то есть на Востоке ум делят, скажем, тоже на некоторые категории, на три, то есть это сознательный ум, то есть тот ум, который осознаёт, с помощью которого мы оперируем в этой жизни, подсознательный ум, да, вот, который, собственно, нами управляет, и который мы в большинстве своём не можем контролировать, и некоторый надсознательный ум, ну, его ещё называют сверхсознание, или, скажем, ум, который связывает нас с Богом, с высшими иерархиями, с учителями, ну, и так далее. Вот, то есть и все эти три вида ума на самом деле являются одним умом, да, и вот этот ум – это как раз вот этот самый айсберг, да, который вот изображён вот на этой картинке. Поэтому, работая с умом, с подсознательным умом, нужно, в общем-то, знать, по каким законам он работает, что он делает, как с ним можно работать, как препятствовать, скажем, включению негативных каких-то программ, программ побуждений, как активировать позитивные программы побуждения, ну, и тому подобное. И вот, конечно, здесь, вот если мы возьмём, скажем, психологическое понятие подсознание, да, подсознание или подсознательный ум – это вот это классические определения, которые нам дают психологи. Вот, как вы видите, здесь подсознание, значит, психические процессы, обусловленных воздействием, во влиянии которых человек не даёт себе отчёта. То есть это чётко говорит о том, что и психологи это понимают, что мы не в состоянии управлять какими-то вещами, когда подсознательный ум берёт над нами верх, над нашим сознанием. Но на Востоке, на самом деле, с этим давно научились как бы справляться. Ну, в основном этим занимаются йоги, те люди, которые занимаются там серьёзными практиками, скажем, раджа-йоги, ну, или какие-то вот, скажем, люди, которые занимаются тоже серьёзными практиками, там, шаманы, например, ну и тому подобное. Вот. И что мы на самом деле можем осознавать? То есть если, скажем, в обычной жизни мы можем осознавать наше физическое тело, ну, я думаю, что физическое тело вы все умеете осознавать, да, где руки-ноги. Хотя, знаете, интересно, вот я часто наблюдаю людей, которые идут по улице, они совершенно вот не контролируют процесс движения своего по, скажем, дороге, да, то есть ноги как-то у них идут сами с собой, да, то есть на самом деле не все могут контролировать своё физическое тело, и какие-то движения тело может совершать само, без нашего осознавания. Второе – это эмоции. Да, эмоции мы осознаём, мы осознаём, что мы, скажем, сейчас радуемся или печалимся, или находим спокойное эмоциональное состояние, но, к сожалению, большинство людей эмоции тоже не могут контролировать, и здесь тоже вот такой важный фактор, что подсознание с помощью эмоций может на нас определённым образом воздействовать. И третий момент – это мысли. Ну, мы считаем, что мы все мысли контролируем свои, и как бы о чём хотим, о том начнём думать, но на самом деле это тоже не совсем так, то есть если вы занимались хотя бы, вот есть такая мидитативная практика интересная, когда сидишь и наблюдаешь своими мыслями, понимаешь, что они приходят неоткуда, то есть они приходят не в результате каких-то ассоциативных цепочек, а приходят именно вот непонятно каким образом, непонятно откуда, непонятно зачем, вот, и мы вдруг, вот эта мысль нас посещает. Ну, я про это чуть-чуть попозже скажу, с чем это связано. Теперь о самом подсознании. Вот я люблю подсознание изображать в виде обезьяны, почему? Потому что обезьяна, она, скажем, живёт по определённым программам, по определённым, скажем, каким-то вещам, которые, ну, порой очень трудно понять. И вот эта обезьяна, она постоянно нами управляет. Причём управляет совершенно по непонятным законам для нас, потому что мы часто совершаем такие поступки, потом, как бы, уже задним числом понимаешь, что зачем я этот поступок совершил, зачем я, скажем, с данным человеком поругался, зачем я, скажем, что-то не сделал, почему я туда не пошёл или не пошла и так далее. То есть вот этот вот фактор, он на самом деле именно влияние подсознания, которое, в общем-то, влияет на все планы нашей жизни. И здесь, понимаете, здесь есть тоже ещё один интересный механизм, про который вот Людмила вам говорила, то есть вот когда идут определённые энергии активируются, которые полезны для вас, или вредные энергии для вас, именно вот здесь подсознание, оно является как раз ключевым моментом, потому что подсознание является некоторым таким фильтром, которое, если мы его слышим, может уберечь нас от посещения каких-то мест, где вот эти негативные энергии на нас могут оказать внимание, влияние. Либо наоборот, подсознание специально нас направит в это место, чтобы активировать вот эти негативные энергии, чтобы потом нам как бы по башке мы получили через какое-то время. Но, понимаете, я поскольку давно занимаюсь именно проблемами кармы, работаю с кармой, изучаю эти все процессы, изучаю причинно-следственные связи, и мне всегда вот интересно, как карма активируется, то есть как активируются те или иные программы, находящиеся в подсознании, и вот именно эти программы, они в результате заставляют нас совершать поступки, ну или получать по голове. И здесь очень интересная вещь. Почему? Потому что, скажем, допустим, вами не управляет подсознание, в какой-то момент вы осознанно куда-то идёте, в какое-то направление, в какое-то место. И почему? Вот Людмила тоже про это говорит, что если мы попадаем в определённое место, где энергия активная, то есть эти энергии на самом деле могут сактивировать наши внутренние программы, находящиеся именно в подсознании. Но вот я называю это активацией кармы, то есть активируются негативные программы, эти негативные программы, они активируются не сразу, а спустя какое-то время, потому что существует некоторая инерция в этих активациях. И эти программы через какое-то время начинают действовать. То есть, как Людмила говорит, что могут быть какие-то неприятности у нас в жизни, ну или более крупные события. Вот в частности на следующий год, да, вот Людмила как раз про это говорила, что каким-то людям с определёнными энергиями нужно быть очень осторожными, очень там следить за своим здоровьем, не посещать какие-то направления там и так далее, и так далее. Это говорит о том, что именно вот могут включиться именно вот эти подсознательные программы, которые могут быть связаны со здоровьем, с бизнесом, с межличностными отношениями и так далее, и так далее. То есть, вот именно эти негативные программы включат как бы вот эту негативную карму, которая могла им быть не включена, и у вас могло быть всё замечательно. Ну вот, как бы вот эти предупреждения им следует обязательно следовать. Почему? Потому что, ну, как бы я считаю, именно вот по такой пословице всегда я придерживаюсь, не буди лихо, пока оно тихо. То есть, зачем активировать карму негативно, если она спит, да, то есть, зачем ехать в место, в какое-то место, идти активировать какие-то энергии, которые пробудят вот этого дракона, который нас потом может съесть. Вот. Это вот один аспект подсознания, который, в общем-то, нам может очень здорово помешать, и насколько вот эти подсознательные программы связаны именно с энергиями, про которые Людмила вам вот рассказывает, вот, энергии, которые мы можем активировать, можем не активировать, ну и так далее, или активируем случайно. А теперь следующий момент, который я хотел обратить внимание, какие ловушки нам подсознание, в общем-то, обычно готовит, часто готовит. Ну, в первую очередь, это ложные взгляды, ложные убеждения, ложные установки. Дело в том, что подсознание, оно на самом деле работает по другим законам, не по тем, которым живём мы в социуме как бы осознанно. А подсознание, оно, как бы у него есть определённые установки, которые были когда-то заложены нами, ну, может быть, даже не обязательно в этой жизни, хотя, может быть, и в этой жизни. И если установки заложены, то подсознание уже, оно им следует. Ну, например, скажем, если вам в детстве мама заложила установку, вот у меня такой случай был, когда мальчику мама говорила, что не надо трогать девочек, и как бы пообещай мне, и вот мальчик, что это очень плохо, и мальчик ей пообещал, то вот этот ложный взгляд, что девочек, то есть противоположный пол нельзя трогать руками, у него как бы подсознание как бы отпечатался, и он уже вот это принёс во взрослую жизнь, причём он про это событие совершенно забыл, а подсознание не забыло. И в результате у него возникли проблемы с противоположным полом, то есть и когда мы вот эту установочку мы с ним нашли, разобрали, убрали, сняли, то у него наладилась на самом деле жизнь с противоположным полом, и он смог вот общаться с женщинами. А в подсознании также может быть заложена некоторая ложная мораль. Ну, это вот более такая тема, более сложная. Почему? Потому что ложную мораль, она может быть заложена, естественно, как внешней, так и внутренней, то есть мы её можем принести из прошлых жизней. То есть они сидят довольно-таки глубоко. А также чужеродные программы могут быть заложены в подсознании. Ну, например, скажем, ну, опять примитивную я вам программу скажу, там дают – бери, а бьют – беги. Да, но не во всех случаях эта программа, понятно, применима, но если она работает, вы всегда будете либо бежать от каких-то ситуаций неприятных, и в каких-то ситуациях вы можете попасть, когда вам что-то даёт, что может быть для вас печальным концом, да, там, скажем, взятку даёт, а вы не подумали, что это взятка, и вас ловит на этой взятке, и вы как бы потом за это страдаете. Вот, следующая ловушка подсознания – это вот неосознаваемые различные действия, сопровождение действий. И вот здесь понимается, что, что, скажем, в какой-то ситуации у вас есть стереотип, стереотип вашего поведения, то есть стереотип, какой-то поведенчатый стереотип. И если вы живёте неосознанно, то есть если вы не контролируете постоянно себя, это на самом деле очень тяжело, почему? Потому что, ну, я как бы с этим давно работаю, экспериментирую очень много над собой, и экспериментировал, и понимаю, что, скажем, сознанием контролировать все свои действия, эмоции, какие-то двигательные реакции, на самом деле очень тяжело в течение 24 часов, это вызывает очень большое напряжение. А если, скажем, ваши подсознательные реакции, они немножко по-другому проявляются на то или иное событие. Ну, и это, естественно, в какой-то степени, если эти неосознаваемые, скажем, ваши действия, а не совсем соответствуют тем сценариям социально-поведенческим, которые в обществе как бы приняты, ну, оно портит тоже вам жизнь определенным образом. А следующая вот ловушка – это неосознаваемые установки. Ну, как бы мне вам не надо говорить, какие бывают установки, но, например, такая может быть установка, но она довольно-таки грубая, что все мужики – козлы. Да, она существует в подсознании, и эта установка, скажем, несмотря на то, что вот женщина, скажем, правильно старается себя вести с противоположным полом, но эта установка действует, и она начинает проявлять некоторый негатив к противоположному полу, и это сказывается очень здорово на межличностных отношениях. Ну, такая установка, может быть, не обязательно, скажем, противоположному полу, к каким-то событиям, к каким-то людям, к каким-то социальным группам, вот, ну и тому подобное. То есть вот эти вещи тоже могут, как бы, иметь негативное отношение, влияние на нашу жизнь. А следующий момент, вот это тоже одна из ловушек подсознания, это когда действие было не завершено. То есть наше подсознание, оно на самом деле такое, как биоробот работает. А если вот какое-то действие мы начали делать, и не завершили его подсознание, оно любой ценой стремится завершить это действие, и хотим мы этого, не хотим, то есть вот это завершение, оно всё равно подсознание сделает. Особенно это работает тогда, когда наше желание было достаточно сильное на определённом этапе. То есть, вот помните, вам Людмила всегда говорит, что ваши желания должны быть, ну, как бы выверены, и именно ваше желание, то есть правильное желание. Потому что если вам желание, скажем, навязал какой-то другой человек, вы посчитали, что это желание ваше, и вам его надо выполнить, и вы как бы заложили вот эту программу реализации этого желания, реализации своего «хочу», как бы наша тематика основная, а в какой-то момент мы поняли, что оно нам не нужно, и прекратили в этом направлении работать, то наше подсознание, оно всё равно будет реализовывать это желание. И здесь, конечно, вот это тоже одна из ловушек подсознания. То есть вот эти моменты, как бы ещё есть, конечно, моменты, вот те моменты, которые подсознание нам как бы выкидывает, вот эти опасные такие ловушечки различные есть, но я про это ещё немножко сегодня скажу. Вот, то есть вот вы смотрите, значит, получается подсознание, с одной стороны, оно это банк памяти, да, а с другой стороны, вот в этом банке памяти находится огромное количество различных программ, различных желаний, причём эти желания и программы мы приносим не только с этой жизни, мы притаскиваем ещё с прошлых жизней. Вот, и в результате этого у нас как бы есть некоторые взгляды на мир, некоторые убеждения по отношению к определённым людям, нам нравятся определённые вещи, нам нравятся определённые поведенческие сценарии, ну и так далее, и так далее, тому подобное. То есть это отражение происходит во всей нашей жизни, во всём нашем, как бы, бытие. Это на самом деле очень интересно изучать. Почему? Потому что получается, что мы, наша вот эта нонешняя жизнь, она является некоторым продолжением прошлых, выполнением тех программ, которые мы заложили в прошлом, и если мы выходим на своё истинное предназначение в этой жизни, то здесь как раз это вот вносит определённый, определённый, как бы, такой момент позитивный, потому что если мы действительно живём по своему истинному предназначению, мы становимся счастливыми. То есть у нас появляются и возможности, и деньги, и нужные люди, и нужная информация, ну, в общем, ну и здоровье у нас, как бы, нас не будет подводить. Но если мы уходим в сторону, и вот работает негативная карма, включается вот это вот самонаказание, которое идёт из подсознания, то у нас начинаются различные проблемы, несчастья по разным планам жизненным, начиная от межличностных отношений и кончая, скажем, собственным здоровьем. То есть это вот как бы такой пласт огромный именно подсознания, который, в общем-то, руководит нашей жизнью. Поэтому я про него, в общем-то, постоянно стараюсь сказать. Ну, а теперь вот следующая такая маленькая темка – это взаимодействие между подсознаниями людей. Дело в том, что вот, скажем, наше подсознание, оно ещё обладает таким свойством, что оно собирает информацию из внешнего мира. Причём для сбора информации оно использует как пять органов чувств, так и, скажем, какие-то восприятия, стоящие за чувствами. То есть, ну, если с точки зрения это некоторое экстрасенсорное восприятие, скажем, с точки зрения физики, вот я в своё время был в такой лаборатории, где изучали все возможные поля, которые человек излучает, поглощает. То есть, оказывается, что у человека, помимо пяти известных органов чувств, ещё есть органы чувств, которым человек воспринимает магнитные поля. Кстати, вот этот орган чувств помогает нам ориентироваться в пространстве. Вот люди, которые, скажем, часто, скажем, путешествуют на природе, они, вот этот орган чувств, у них очень здорово настроены, они могут чётко определить, где север, где юг. Не обязательно светит солнце или не светит там, то есть, они очень чётко чувствуют вот это, с помощью полей вот этих. Вот. А есть органы чувства, тоже, кстати, определены физикой, физики определили, с помощью которых мы ориентируемся в пространстве, то есть, мы знаем, где вверх, где вниз. То есть, это вестибулярный аппарат, на самом деле, его тоже отнесли к органам чувств. Ну, и ещё есть там один орган чувств, тоже очень интересный, но вот, как бы, если вас это интересует, вы можете это найти в интернете. Но я хотел обратить внимание здесь немножко на другой аспект, а именно на восприятие и общение между людьми посредством, скажем, ну, экстрасенсорное назовём это восприятие, посредством вибрации, посредством полей, да. Вот. То есть, на самом деле, если с точки зрения эзотерики рассматривать человека, то вот рассматриваю, скажем, по йоговской системе, то у человека есть определённый набор чакр, да. Ну, мы будем рассматривать, скажем, это с точки зрения набора основных семи чакр, вот. Так вот, мы сейчас не будем это подробно об этом говорить, но я скажу о том, что, скажем, между людьми бывает какой-то резонанс, да. Я про это говорил вот на одном из предыдущих вебинаров. То есть, резонанс может быть, скажем, по эмоциональному плану, резонанс может быть по ментальному плану, вот здесь, скажем, резонанс у нас по ментальному плану, да, вот здесь по эмоциональному плану, ну, или резонанс по каким-то более низким планам, скажем, по плану деятельности. Вот этот вот третий резонанс – это по плану деятельности. То есть, людям интересно вместе делать какую-то работу, да, как партнёрам интересно, да, именно вдвоём. Так вот, на самом деле, вот этот резонанс между людьми, он позволяет нам не просто как бы резонировать, а притягиваться друг к другу, да, но и обмениваться некоторой информацией. Причём расстояние по обмену этой информации, вот, оно не играет никакого значения, потому что, значит, поскольку вот эти волны, они могут проходить на очень большом расстоянии, то есть, скажем, если гора между людьми, то этот резонанс всё равно поддерживается, и таких очень много было случаев, скажем, когда какой-то близкий человек умирал очень далеко, то другой его начинал чувствовать эту смерть, и он понимал, что с человеком что-то случилось. То есть, таких случаев тоже много описано, и у меня такие как бы ситуации были в жизни, когда я чувствовал в очень большом расстоянии. А вот. Так о чём я, в общем, к чему всё это веду? Дело в том, что когда мы, скажем, с каким-то человеком имеем резонанс, то этот резонанс, он даёт возможность нам обмен информацией. Но информация, как вы знаете, она имеет разные оттенки, в том числе и информация в качестве вот то, что мы говорим про подсознание, про некоторые программы, некоторые реакции, ну и тому подобное. Скажем, если между вот этими двумя людьми существует некоторая, скажем, вот эта негативная карма, то в момент резонанса эта негативная карма активируется. Что происходит в момент активации негативной кармы? То есть, эти люди испытывают друг друга некую неприязнь. Причём, они не понимают, почему это происходит. Скажем, если эта карма была между ними завязана не в этой жизни, то для них это как бы непонятно, почему именно это происходит. То есть, вроде бы приличный человек, но вот я к нему испытываю вот эту внутреннюю неприязнь, и не хочется мне с ним общаться. Вот здесь как раз работает вот этот элемент негативной кармы. Или наоборот, скажем, может работать позитивная карма, да. Вот, скажем, к этому человеку мы испытываем, то есть, возникает резонанс, всплывают наши кармические воспоминания, что с этим данным человеком было очень хорошо, скажем, в каких-то прошлых жизнях, хотя прошлые жизни мы не помним, а наше подсознание помнит. И в этот момент, да, у нас идёт притяжение к этому человеку, мы к чему-то ему доверяем, понимаем, что он не подведёт. Вот, и с ним можно сотрудничать и работать. На самом деле, вот эти вот, как бы, моменты определяет вот именно вот это, хороший человек, плохой, или там, стоит с ним работать, не стоит с ним работать, определяет именно наше подсознание. То есть, именно те вот подсознательный опыт, который лежит у нас вот в нашем прошлом. То есть, вот у нас вот как бы кармический багаж, да, который находится вот именно за нашей спиной. Вот здесь этот момент, как раз он очень тоже такой показательный. Почему? Потому что, скажем, если мы стремимся реализовать, скажем, какие-то свои задачи, то мы реализуем эти задачи через людей. Да, то есть, мы в одиночку не можем это сделать. К нам не упадёт с неба ничего. Да, то есть, мы не можем материализовать какие-то объекты, которые нам нужны. Они материализуются через людей, да, через взаимодействие с людьми. И деньги к нам приходят через людей, да. Вот. То есть, поэтому вот этот момент, он является на самом деле ключевым. Поэтому, вот скажем, если вы используете техники фэн-шуй, да, и знаете вот эти, скажем, кармические вещи, да, умеете взаимодействовать со своим подсознанием, то здесь как раз вы на коне. Почему? Потому что у вас есть второй помощник, именно ваше подсознание, который вам помогает. Вот мы с вами на предыдущих вебинарах, как бы два вебинара, были посвящены техникам работы с подсознанием. Это метод знаков. Это вот кто был, они, наверное, помнят. И вот с помощью этого метода знаков можно было, скажем, договорившись с подсознанием, да, вот приближаться именно к своим целям. Но вот этот метод знаков, он действительно очень хорошо работает, но это один из методов, потому что существуют и другие методы работы с подсознанием, о которых мы сегодня немножко тоже с вами поговорим. А вот он работает тогда, если ваше подсознание с вами в контакте, то есть оно готово с вами сотрудничать, а не обижено на вас. Такие ситуации тоже, кстати, бывают очень часто, когда человек со своим подсознанием не дружит. И оно готово с вами сотрудничать и вам помогать. Но это связано тоже каким определённым образом с кармическим багажом, который мы приносим в эту жизнь. Но сегодняшняя лекция, она больше посвящена, скажем, подсознанию и взаимодействию с подсознанием, скажем, других людей и вообще как это всё работает, нежели вот именно конкретно про кармический багаж. Мы про это будем с вами обязательно говорить, много будем говорить, потому что это очень важная тема, скажем, вообще я считаю, в жизни любого человека, потому что если человек знает кармические законы и живёт по этим кармическим законам, то у него в жизни всё замечательно. Если он не знает по каким-то образом или знает и нарушает эти законы, то он, естественно, в конечном итоге приходит к печальному концу. Ну, есть такой момент, законы космоса, к сожалению, изменить невозможно. Вот. То есть, вот теперь ещё один момент я вам хочу отметить, что, скажем, если у вас встречается немножко тут рисунок, то есть, если человек взаимодействует не с другим человеком, а он взаимодействует с некоторой группой людей, то с каждым из этих людей у него какие-то есть связи, резонансы. Да, вот с этим, по этому плану, с этим, по этому, с этим, наверное, тоже по этому. То есть, человек получает информацию от этих людей, эти люди получают от него информацию, здесь может активироваться, скажем, позитивная или негативная карма, но тут есть ещё один аспект, что вот через эти резонансы, и мы, кстати, их не осознаём в большинстве своём, оказывается влияние наше на этих людей, и, скажем, если это группа людей, она может оказать влияние на нас. То есть, это как раз вот те моменты, про которые, скажем, в эзотерической литературе описаны, что группа людей, если группа людей объединена какой-то идеей, то образуется некоторый эгрегор. Вот, и этот эгрегор начинает оказывать влияние на нас. То есть, получается, причём это влияние мы не осознаём, потому что оно проходит на неосознаваемом уровне. Понимаете? И вот, когда люди, скажем, стремятся к какой-то цели, реализуют какие-то свои цели, и если эта цель входит в разрез, скажем, с каким-то эгрегором, который стоит у него на пути, то, естественно, у него будут препятствия. Он эту цель будет очень с большим трудом достигать и может вообще даже не достигнуть. Поэтому вот этот момент тоже, он очень важный на самом деле. То есть, вот это влияние, скажем, ну, скажем, психологи это называют, скажем, коллективное бессознательное, да, вот как раз вот этот рисуночек, социальное бессознательное, да. То есть, вот у нас человек, если брать, ну, наверное, ещё меньше сектор, да, значит, на него оказывает влияние, ну, во-первых, его семья, да, то есть, он взаимодействует с семьёй, и семья оказывает на неё влияние, так же, как он на неё оказывает, это как единая система получается, да. Дальше, оказывает род, да, на человека влияние, да, вот уже не только его личная семья, но и род, там, дедушки, бабушки, дяди, тёти, там, и так далее, да. То есть, уже идёт, и всё это на бессознатном уровне, к сожалению, да, то есть, есть какие-то осознанные вещи, если мы контролируем, а дальше идёт нация, да, именно нация, ну, там можно разбить, скажем, скажем, та нация, на которой живёт человек, вы живёте, скажем, на той территории, где вы живёте, вот, ну, и так далее, да, то есть, если мы посмотрим дальше, ещё более глобальнее, то на людей могут оказывать влияние другие существа, то есть, тут под другими существами подразумевается, естественно, и божественные иерархии, да, то есть, и небожественные иерархии, то есть, существа, которых мы часто и не видим, скажем, всякие духи, кстати, фэн-шуй тоже, про это очень много говорится, насколько вот я знаю, влияние духов, влияние вот этой энергии, потому что все энергии, они, в общем-то, осознанные, на самом деле, они обладают некоторым сознанием, вот, и вот эти сознания, они тоже на нас оказывают влияние, причём мы тоже не контролируем, вот, ну, теперь вы понимаете, да, вот из этого краткого, такого маленького перечня, что мы, на самом деле, практически ничего в своей жизни не контролируем, ну, какие-то вещи контролируем, примитивные, да, но в глобальном плане нас несёт по некоторой мировой реке жизни, и эта мировая река, ну, куда вынесет, туда вынесет. И вот здесь вопрос такой, а можем ли мы каким-то образом сопротивляться вот этой реке, да, и находить свои цели, задачи, и вот решать какие-то свои желания, получать свои желаемые цели. Ну, вот в данной ситуации фэн-шуй, конечно, он очень большой помощник нам, почему? Потому что он разработан, в общем-то, веками, да, и всё это проверено, и всё это, как бы, сопоставлено, и на самом деле, вот наше рождение, то есть мы рождаемся тоже, на самом деле, не просто так, в определённое время, в определённом месте, в определённых родителей, да, наше рождение, тоже оно некоторым образом, то есть не некоторым, а прямым, связано именно с кармой, с нашим прошлым, да, вот, поэтому вот эта связь, она на самом деле давно была установлена древними, и передана нам в виде вот этих знаний. Кстати, астрология, скажем, классическая астрология, не китайская, которую мы, как бы, Людмила вам рассказывает, а вот эта классическая астрология, она тоже, как бы, имеет место быть, и она тоже, как бы, наука точная, определяет именно реализацию наших кармических каких-то задач, удач, неудач, направлений, предпочтений, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Теперь остановимся немножко о свойствах подсознания. Почему? Потому что, зная свойства подсознания, мы можем каким-то образом на него оказывать воздействие. То есть, на самом деле, мы про это вот с Людмилой говорили, что мы всё-таки можем работать с подсознанием, и мы можем, несмотря на то, что я вам рассказал, что вот это мы не осознаём, мы это не осознаём. Тут на нас влияет, тут на нас влияет, но всё-таки с подсознанием мы можем наладить какой-то контакт и, как бы, использовать его для реализации своих целей. То есть, у нас есть выбор, у нас есть всё-таки возможности каким-то образом влиять на этот процесс. А значит, и поэтому, прежде чем вот я про это скажу, я немножко скажу о свойствах подсознания, вот здесь они вам перечислены. Ну, первое про это я уже говорил, подсознание, оно обычно накапливает опыт во всех планах, то есть, там и программы, и желания, и оно влияет определённым, и оно на характер влияет, на наши предпочтения, ну и так далее, и так далее. То есть, все аспекты, как бы, там лежат. Вот, но главной задачей подсознания это заниматься именно вот нашими жизненно важными проблемами. То есть, оно занимается, в общем-то, заботиться о нашей жизни, на самом деле. Для чего? Для того, чтобы мы не попали в какие-то неприятные истории, истории, и в конечном итоге выполнили свои, скажем, планы, которые мы на эту жизнь себе заложили. То есть, если оно не будет этим заниматься, то мы, как бы, ещё больше наработаем карму, не решим каких-то важных задач, которые мы себе запланировали, и, как бы, это всё пойдёт насмарку. Вот, следующее. Это решает, сознание, оно вот обладает таким свойством, что оно может решать именно конкретные задачи. То есть, если мы, скажем, хотим что-то получить, мы не можем ему, как бы, вот эту, вешать задачу, именно вот такую абстрактную, типа, ну, типа того, что хочу много денег. В общем, подсознание, оно на это не прореагирует, скажем, да, скажем, если идёт активация денег, это немножко другое. А вот подсознание решает конкретные задачи, скажем, ну, ну, например, я хочу новую машину, да, конкретно такую машину. И подсознание под эту машину, оно, по реализации, чтобы вы получили эту машину, оно вам создает ситуацию, что вы её получаете либо путём зарабатывания денег, да, то есть, либо вам её кто-то дарит. То есть, то есть, любым способом, да, но оно вам позволяет эту машину получить. Следующее свойство подсознания, это вот нужно понимать, что оно очень доверчиво, и его легко обмануть. Почему? Потому что, несмотря на то, что оно моральное существо, да, то есть, вот эти моральные качества, они там глубоко прописаны в подсознании, но вот именно обмануть его можно, ну, как бы направить на ложный путь, то есть, реализация каких-то задач, сложно, и тогда в подсознании вот эти противоречия могут возникнуть, в результате которых, ну, у нас там будет неприятности, то есть, ну, это как бы немножко отдельная тема, но тоже очень интересная. А потом подсознание очень обидчиво, вот это как раз относится к тому моменту, когда люди пытаются с подсознанием срезаться, и к нему, ну, скажем, относится не так, как надо, а, скажем, ну, с недостаточным уважением, тогда подсознание обижается, оно может просто как бы человека наказать за это, но у меня, к сожалению, был в этом плане опыт, я когда только начинал работать подсознанием, я к нему обращался не с должным почтением, скажем так, да, оно просто мне перестало отвечать. следующий момент, когда вы к подсознанию обращаетесь, то есть, закладываете ему какие-то задачи, в этих формулировках не должно быть частиц не, но просто подсознание частиц не воспринимает, вот опять говорю, что оно конкретно всё воспринимает подсознательный ум, но приведу пример, вот я просто видел это, наблюдал, мальчик лез, маленький мальчик, он с мамой гулял, и он в лужу полез, и мама ему кричит, не лезь в лужу, не лезь в лужу, не лезь в лужу, но поскольку дети, они в основном реагируют через подсознательные всякие импульсы, мальчик этот её не слышит, вообще не слышит, как только мать крикнула вон из лужи, мальчик тут же из неё выбежал, то есть его подсознание среагировало на конкретику, то есть когда отрицание было не лезь в лужу, он воспринимал лезь в лужу, понимаете, да, вот этот момент тоже очень важно учитывать. Ну, я уже про это говорил, что получает информацию без нашего вмешательства подсознания и накапливает её, и ещё один очень важный момент, что свойство подсознания, что подсознание не имеет времени, для подсознания времени не существует, для подсознания всё существует сейчас, в данный момент, скажем, то, что произошло, скажем, не знаю, там, 10 лет назад, да, и то, что происходит сейчас, для подсознания одновременно происходит. Сознание воспринимает мир через резонансный, скажем, резонанс, то есть, через ассоциативный ряд, я бы так сказал, ну, с точки зрения психологии. Просто приведу вам пример. Скажем, если вас в детстве укусила собака и подсознание отметило, что собака это опасность, причём собака вас укусила, ну, скажем, вы были маленькие, она была немножко ростом с измеримой с вас примерно, да, вы стали взрослые и на вас начинает, скажем, гавкать собака очень маленькая, вы пугаетесь, подсознание воспринимает собаку как опасность. Хотя эта собака для вас в данный момент реальной опасности вообще никто не представляет. То есть, для подсознания всё и сейчас, для подсознания нет вот этого возраста, маленький, небольшой, для подсознания мир, он существует одновременно. Точно так же вот какие-то моменты существуют одновременно для подсознания и из прошлых жизней, поскольку я с этим очень много работаю, вот, и подсознание вот эту опасность тащит часто из прошлой жизни. Отсюда возникает очень много фобий, если человек, скажем, боится воды неосознанно, хотя у него ничего не происходило в этой жизни, он никогда не тонул, ничего не было, то, когда начинаешь лезть в прошлую жизнь, то понимаешь, что он тонул именно в прошлой жизни и тонул и погибал от воды. То есть, подсознание эту информацию помнит, переносит в эту жизнь и нас страхуя от опасности, да, хотя, в общем, в данной ситуации вода нам может не подчинить никакого вреда, просто создает вот эти проблемы с водой. Но вот здесь возможна работа с подсознанием, да, как раз это еще одна темка, значит, вот с подсознанием, скажем, вы все можете работать вот по той технологии метод знаков, которую я вам описывал, но есть способы общения и другие. Например, есть такой способ общения с помощью маятника, да, то есть, берется вот такой маятник, вот у меня вот такой типа, и с помощью этого маятника вы можете спросить у своего подсознания, как будет слово «да», да, например, вот я спрашиваю, как слово «да», и вот маятник, видите, колеблется вот в таком положении, дальше я у подсознания спрашиваю, как будет слово «нет», маятник колеблется вот в таком положении, да, ну, в общем, в принципе, это у меня так, да, а вы можете, скажем, работая с маятником сами определить, ну, если вас эта тема интересует, я могу в каких-то следующих вебинарах на этом более подробно остановиться, просто сегодня на это у нас все равно времени не хватит. Значит, есть другие способы работы с подсознанием, это использовать вот рамку, да, то есть вращение рамки может определить, значит, вам будет подсознание с помощью вращения рамки показывать, ну, давать ответы на ваши вопросы. Вот, дальше, следующий момент, вы с подсознанием можете договориться по общению вот в качестве языка, это различные тактильные реакции, ощущения в теле, но у меня в свое время ощущения были в виде вот такого приятного ощущения в области груди или неприятного ощущения в области груди, да, и это очень хорошая вещь, например, стоит, скажем, пойти в данном направлении, когда вы спрашиваете свое подсознание, а подсознание уже знает, поскольку оно, как я говорил чуть-чуть раньше, оно как бы может связываться с людьми на большом расстоянии, с которыми мы можем взаимодействовать, да, и эти люди уже эту информацию знают, уже получили, и вы можете, эта информация передается вашему подсознанию, ваше подсознание в виде реакции вам говорит, да, в этом направлении будет все хорошо, можно туда идти, или будет говорить, нет, в данном направлении все, в общем, не так складывается, как надо, но вот эту технику я часто использую на дороге, когда езжу, скажем, на машине, я вот четко знаю, например, где стоят, так сказать, представители ГИБДД, где пробки, где опасность аварий, и так далее, и так далее, просто есть обезжаемость, то есть, мне подсознание как бы подсказывает вот эти моменты, но это можно везде использовать, в принципе, вот, дальше, скажем, но есть такие техники, это можно по жестам определить реакцию нашего подсознания, то есть, по оговоркам, и подсознание часто нам дает информацию через сны, ну, сны, это вообще как бы, это отдельная тема, эта тема очень интересная, и толкование сновок, но если вас интересует, мы по снам тоже можем, скажем, сделать отдельный какой-то вебинар, либо включить это в вебинар, если вас это заинтересует, вот, то есть, это вот то, как мы можем взаимодействовать с подсознанием, теперь, как мы можем на подсознание действовать, закладывая в него некоторую информацию, ну, например, здесь можно, конечно, использовать, скажем, внушение, да, есть такой элемент внушения, но я вам пример приведу, тоже самый тривиальный, а есть такая очень простенькая техника, если, скажем, вы хотите улучшить свою память, ну, например, да, но это не только к памяти, а относится, это относится к различным направлениям, нашей, скажем, деятельности, взаимодействия с миром, то вы можете перед сном, перед сном, скажем, когда вы уже легли в постель, сказать себе такое, у меня хорошая память, да, у меня хорошая память, моя память верна мне, то есть, это надо, эту формулу надо сказать три раза вслух, три раза шепотом, и три раза про себя, ну, и дальше просто вот засыпать, засыпать, то есть, если вы вот это самовнушение будете делать в течение недели, то у вас действительно будет результат налицо, ваша память будет улучшаться, но вот это вот как раз тот пример, когда мы с помощью самовнушения закладываем под сознание те желания, которые мы хотим получить, то есть, это вот одна из тех, Людмила вам говорила про медитацию, ну, вот медитация, это как бы, если кто может медитировать, можно в медитации, с помощью медитации закладывать информацию под сознание, но вот здесь, когда вы закладываете вот эту информацию под сознание, опять вот, я видите, выделил, здесь не должно быть вашей формулы частицы не, как только появляется частица не, а подсознание частицу не отбрасывает, ну, и вы получаете обратный эффект, да, вместо плюса-минуса, вот, и, вот, многократное именно повторение формулировок или образов, но такие более такие активные, интенсивные техники, это, скажем, управляемый сон, или, скажем, самогипноз, есть такие техники, я как раз вот технику самогипноза описывал в своих двух книгах, это карма подсознания, реальность и кармическая психология, там вот эта техника очень подробно описана, если вас заинтересует, можете почитать, вот, и эти техники, кстати, очень могут здорово помочь, скажем, вам в реализации своего хочу, кстати, эти техники, скажем, самогипноз, с помощью этой техники вы можете общаться с подсознанием, не только вот там, с помощью знаков, там и прочее, прочее, вы можете с ним общаться в диалоговом режиме, то есть через, скажем, словесный ряд, да, то есть как с другим человеком, то есть на самом деле техника очень интересная, ну, ее, в общем-то, осваивать, приходится затратить какое-то определенное время, регулярных занятий, но если вы ее освоите, она вам будет очень помогать в различных, скажем, ваших жизненных задачах, я, например, знаю вот многих людей, которые только почитав мою книгу, мои две книги, занимались по этой методике, они эти техники освоили, и вот один человек даже путешествует с помощью этой техники в прошлой жизни, с успехом видит свои жизни, ну и так далее, решает своих задач. Вот, то есть в принципе я вам кратенько сегодня обрисовал вот саму работу с подсознанием, что такое подсознание, это все очень-очень кратко, то есть для чего я сегодня это сделал, почему так кратко, почему нет как бы подробной развернутой программы, это делается для того, чтобы понять, нужна ли какая-то вам информация вот из этого объема, потому что информации у меня очень много, вот, я могу очень много рассказать и техникой, методик, по каждому из этих фрагментов, и это требует, конечно, времени, то есть если вас это все что-то заинтересовывает, заинтересует, вы пишите нам, пожалуйста, и мы тогда вот развернем данную тематику более подробно, с интересными примерами, иллюстрациями, ну вот и тому подобное. Ну вот как бы все то, что я вам хотел рассказать на сегодня. А, вопрос такой, когда подсознание может обидеться, да, значит, ну, понимаете, вот когда вы на подсознание прикликнуете, можете прикликнуть, или, скажем, скажем, то она вам советует что-то, да, вот интуиция вам подсказывает, или, как говорят, голос совести, а вы ему говорите, молчи, я буду делать по-своему, да, то есть, когда четко идет агрессия в сторону вот этого внутреннего я, внутреннего голоса, внутреннего как бы нашего, это вот как бы один момент. Второй момент – подсознание на нас может быть обижено, скажем, потому что мы его не слышим, не слышим через знаки, иногда нам подсознание через людей хочет что-то сказать, поскольку вот эта вот коммуникативная связь между людьми существует, то оно как бы вот, оно как бы вот будет давать нам эту связь, то есть, вот этот момент, может, оно нас обидится. А что-то такое, с прошлого вебинара вопрос остался, связь отключилась, что делать, если человек срывает зло на себе, да, или сильно, ну понятно. Дело в том, что когда человек на себе срывает зло, это говорит о том, что у человека есть чувство вины, то есть, тогда он срывает на себе зло, то есть, в данной ситуации подсознание, оно его наказывает за что-то, то есть, оно чему-то учит, то есть, чтобы достучаться до сознания, да, вот оно включает вот это самое наказание за какие-то те вещи, которые мы совершили в прошлом, и, ну, не осознали данный опыт, поэтому подсознание, оно вынуждает, вот, этот опыт переработать через наказание, потому что мы его не слышим. То есть, вот этот такой момент. Так, не чужой человек, так, не совсем понятно, не чужой человек, на другом человеке. А, когда, нет, бывает ещё такой момент, когда мы срываем, скажем, неприятности, да, то есть, срываем, скажем, срываемся на чужом человеке, это тоже бывают случаи такие, но в данной ситуации, когда мы срываемся на другом человеке, здесь может быть два варианта, либо, если, если, вот, другого человека, как бы, наше подсознание, связавшись с его подсознанием, пытается наказать за что-то, это, как бы, один вариант, да, а второй вариант, если мы на бессознательном плане понимаем, что в каких-то, в каком-то прошлом, или в прошлых жизнях, этот человек нам сделал много неприятностей, гадостей, да, и тогда мы, наше подсознание, как бы, ему возвращает тот долг, который, в общем-то, он перед нами задолжал, вот, то есть, вот такой вариант может быть, да, но это уже, как бы, на самом деле, да, вот это интересная вещь, это уже как раз работа межличностной кармы, как бы, это отдельная тема, и про которую я тоже вам хочу рассказать, и хотел рассказать, ну, вот, нужно выбирать, вот, я говорю, в один вебинар мы всё равно не уложим, и поэтому я и про межличностную карму хотел бы вам рассказать, это, наверное, будет не один вебинар, а несколько, потому что здесь тоже очень много интересного, многие вещи интересных, ну, вот, как бы, если вопросов ещё больше нет, то вот на этом я заканчиваю, сейчас вот подходит Людмила, и мы проводим с ней, Людмила, пожалуйста. Так, ещё раз всем добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, значит, я хотела, прежде чем разыгрывать лотерею, пока Владимир, очень интересная вам информация, мне пришло там несколько писем, типа того, что вот ужас, у меня вообще полная непонятная, какая ситуация, с учётом вот сказанной моей информации на следующий год, прежде всего, не нужно никому беспокоиться, нужно просто знать все свои слабые места, и использовать те преимущества, выработать определённую тактику поведения в жизни на следующий год, поэтому не волнуйтесь, мы с вами всё вместе это постараемся сделать. Но сейчас долгожданный момент, у нас вот такой мешочек, мешочек, вот, и мы сейчас, я попрошу Владимира вытащить те номера, которые будут, сейчас я возьму ноутбук, чтобы вам сразу определить, либо по имени, либо там, как получится, всё у нас, здесь призы пронумерованы, так, ну что, готово, да, Владимир, пожалуйста, первое, итак, разыгрывается первый бонус, у нас, вот так, чтобы всем было видно, что мы тут, всё по честному, первое, это Оракул Цемень, сейчас посмотрим, кто у нас будет счастливчик, так, вот мне попала такая вот бумажка, так, ну открывай, Владимир, сейчас, номер, номер, номер восьмой, номер восьмой, Оракула Цемень, у нас даёт возможность задать, Ксении из Владивостока, Ксении, я здесь не вижу, что она присутствует, но, по крайней мере, я ей обязательно напишу, так что, Ксении, я вас поздравляю, и вы можете в течение трёх дней задать мне вопрос по Оракул Цемень с указанием даты и времени по местному времени, тема любая, которая вас интересует, самое главное, чтобы этот вопрос был для вас важный, животрепещущий, чтобы был импульс за задание этого вопроса, итак, первый бонус мы разыграли, Ксении поздравляем и вас, второй у нас бонус, диагностика кармы, которую проводит Владимир, посмотрим, кто сейчас у нас счастливчик будет, так, давайте, так, так, все хорошо, помешаем, так, вывез, и номер, номер 4, номер 4, победителем стала Татьяна, тоже Владивосток, Танечка, я вас поздравляю, электронный адрес Владимира, пожалуйста, электронный адрес, julia80, собачка, бека, точка, ру, Татьяна, значит, я, сейчас, чтобы не видно было, вы мне, если в течение трех дней пришлете, как бы, письмо, обязательно ваши фотографии, потому что, я диагностирую карму, по фотографии, так я вас никогда не видел, мне очень на вас тяжело настроиться, вот, по фотографии, я продиагностирую вашу карму, посмотрю, какой у вас кармический багаж, скажем, сколько негативной кармы, по какому плану, как она на вас будет, ну, как она на вас оказывает влияние, какая карма активна, какая негативна, какая карма активна, какая спит, какая готова к реализации, ну, и все рекомендации вам и вопросы, я могу ответить по скайпу, ну, после того, когда я вам вышлю, вот эту вот, как бы полную, распишу вам эту вот, по карме схемку, вот, и по скайпу мы можем уже потом поговорить. А фотография цветная или черно-белая? Фотография любая может быть, либо цветная, либо черно-белая, главное, чтобы мне можно было на вас настроиться, и вот это все посмотреть, вот, и еще два слова хочу сказать, что вот следующий вебинар, мы с Людмилой хотели, я хотел сделать, я его хотел посвятить, некоторому прогнозу, именно кармическому прогнозу, на следующий год, и некоторому кармическому анализу, именно вот, последних 10 лет, на самом деле, я такой никогда, ни для кого не делал, но это очень интересная тема, я в свое время этим немножко занимался, но для себя, а тут решил оживить, ну, посмотрим, что из этого будет, да, эта работа такая, немножко кропотливая, займет у меня пару недель, ну, хотел бы вам, это, наверное, стоит этого, да, ладно, Людмиле, да, все, дорогие друзья, видите, насколько будет интересно, и у меня информация будет интересна, и у Владимира, супер вообще просто, а поэтому, во-первых, первое, мы вас всех благодарим за сегодняшнее участие, еще раз поздравляем победителей, сколько стоит консультация Карма Владимира, цена, просчет 8 тысяч рублей, вот, Оракул стоит от 5 тысяч и выше, поэтому те, кто победитель, Ксения и Татьяна, вот, мы вас еще раз поздравляем, в следующий раз у нас тоже будет новогодняя лотерея, что будет разыгрываться, мы вам обязательно напишем, вот, дорогие друзья, я вас всех еще раз благодарю, я и Владимир благодарим, все от вас очень против вас написать, несколько предложений, отзывов о сегодняшней встрече, ну, также, если вам все это понравилось, приглашайте друзей, своих знакомых, потому что действительно эта информация чем-то уникальная и очень полезная практически, вот, и мы будем очень рады работать вместе с вами, и добиваться, ну, вместе идти к намеченным целям, и еще такой момент, что обычно мы постараемся, конечно, сегодня вам прислать ссылки, включая вот мое видео, как находить сектора помощников, благородных людей, но если сегодня по каким-то причинам, мы до конца не успеем, потому что сейчас еще один вебинар, в котором я принимаю участие, в 19 часов по Москве, если будет вот небольшая задержка, то это будет завтра. Всем большое спасибо, до новых встреч, и, надеюсь, ждем ваших положительных результатов. Все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok